575 миллионов – такова первоначальная сметная стоимость строительства пятой школы. Напомним, решение о начале реконструкции старого и возведение нового корпуса было принято три года назад. За период конца 2012 и начала 2013 годов был снесен один из корпусов школы – вырыт котлован, забиты сваи. Затем все работы по строительству и реконструкции прекратились. Позднее был подписан контракт с подрядной организацией «Нордстройинвест», и строительство возобновилось в августе 2014 года. Как отметил куратор, директор управления организацией строительства Илья Миклин, основная часть работ по контракту должна была осуществляться в этом году. На выполнение требовалась сумма в размере 208 миллионов рублей, что составляет 48% от цены контракта. В рамках адреса инвестиционной программы на 2015 год было выделено всего 60 миллионов 957 тысяч рублей, и из местного бюджета софинансирование 600 тысяч рублей. Освоено капитальных лажей на 1 ноября 60 миллионов 422 тысяч рублей, в том числе из окружного бюджета 59 миллионов 824 тысяч рублей, из местного 598 тысяч рублей. В декабре этого года по адресной инвестиционной программе путем перераспределения средств планируется добавить еще 7,5 миллионов рублей. Как отметил Илья Миклин, уже выполнены работы по устройству котлована, фундамента, бетонирование подвальных стен, возведение наземной части нового корпуса. В настоящий момент приступили к выполнению внешних инженерных коммуникаций. В рамках адреса инвестиционной программы на 2015 год планируется финансирование строительства в объеме всего 100 миллионов рублей. Завершить строительство строк согласно контракту не представляется возможным. Даже если выделят всю сумму по технологии производства, мы не сможем, это невозможно, нам не хватит времени до конца года. Также Илья Миклин отметил, что есть еще одна проблема – низкое качество проектной документации. Некоторые работы в проекте указаны, а в смете – нет. По словам директора управления организацией строительства, предстоит доработка проекта и с учетом внесенных корректировок сумма увеличится. В связи с незавершенным строительством пятой школы непростая ситуация складывается и в образовательном процессе, говорит Татьяна Степыгина. Сегодня две школы в городе работают в очень напряженном режиме. Напомним, при реконструкции здания было принято решение не расформировать пятую школу, а сохранить ее как юридическое лицо. Поэтому учеников и учителей распределили в шестую и седьмую школы. Все эти действия противоречат требованиям Роспотребнадзора. Уже есть первые штрафы. Первый штраф у нас 30 тысяч на физическое лицо директора школы. И в этих предписаниях есть такие условия, которые мы не можем сегодня устранить. То есть это пропускная способность спортивного зала, где занимаются две школы. Это требования к кабинетам, это требования к динамическим паузам, которые должны быть. Татьяна Степыгина в очередной раз попросила помощи ускорить строительство пятой школы от лица управления образования, учеников и коллектива образовательного учреждения, а также от родительской общественности. В настоящее время глава города совместно с первым заместителем Романом Галкиным готовит предложение губернатору по выделению дополнительных средств в 2016 году. Будем надеяться, что голос будет наш услышан и какое-то дополнительное финансирование, помимо того, которое сегодня уже заложено в решете, оно будет предусмотрено целевым образом. Это, конечно, прежде всего, в том числе школа номер пять. Пятая школа – объект первостепенного значения, поэтому вопросы ее строительства находятся на особом контроле как депутатов, так и администрации города. Елена Канина, Денис Гонцов, Новости Губкинского.